Всех приветствую на прохождении игры What Remains of Edith Finch. Мы сейчас находимся на пароме и двигаемся в сторону своего дома. Здесь мы можем посмотреть свой дневник. Много из всего этого покажется бессмыслицей. Просто я хочу начать с самого начала, с дома. Я жил от тут до 11 лет. Но в половину комнат меня даже не пускали. Вот собственно и сам дом. Очень такое интересное строение, нестандартное. Я жил от тут до 11 лет, но в половину комнат меня не пускали. В почтовом ящике я нашла счета 7-летней давности с пометкой «Срочно». Я не была здесь со дня похоронного брата Льюиса. Моя мать оставила мне вместе с завещанием ключ, но не сообщила, что именно он открывает. Может она думала, что я сама догадаюсь. Или считала, что самой этой тайны хватит, чтобы я решила вернуться. Машины сюда очень давно не заезжали, но я заметил несколько отпечатков колес. Олень. Куда же ты убежал? Правда в том, что даже получив дом в наследство, я и не думала сюда возвращаться. Но теперь у меня были вопросы о моей семье, а ответы знал лишь только дом. Дом был в точности таким, каким я его запомнила и каким он мне снился. Да, очень здоровенный дом, нестандартный. Сколько надстроек над ним, несколько этажей. Газета. А, точнее просто надпись пропал. Милтон Финч. Это, видимо, один из членов семейства Финчей. Может, это именно тот самый брат? В детстве дом вызывал у меня тревожное ощущение, для которого я не могла подобрать слов. Да, скорее всего, это именно тот брат, на похороны которого она приезжала. Да, теперь, когда мне уже семнадцать, я точно знаю, что это было за чувство. Дом меня пугал. Немножко осмотрюсь тут в округе. Действительно, здесь очень приятная графика. Ничего не скажешь. Ага. В одиннадцать лет пролезать в эту дверь было намного легче. И вот мы уже находимся в гараже нашего дома. Довольно все выглядит уютно. Велосипеды, автомобиль, но, к сожалению, электричество отключили в ту ночь, когда мы уехали. Но в доме давно никто не живет, как я понимаю. Впервые за несколько лет я чувствовал себя дома. Правда, от семьи осталось только воспоминания. Эдит, Эдди, Дон, Льюис. Видимо, празднуют день рождения Эдит. В память о Льюисе Финче 27 декабря 1988 года, ноябрь 2010. Что же с ним случилось? Видимо, мы это только узнаем по ходу сюжета. Скажем о том, что только один ресторан соглашался делать доставку в наш дом. Ну, понятно, дом очень далеко находится над шибе. О том, например, как Льюис начал работать на консервном заводе, вскоре всех уже просто тошнило от лосося. Конечно, кроме Молли. На столе был беспорядок, какой мы оставили перед отъездом. Так, тут различные картины висят, множество книг. Будто взорвалась незримая бомба, которая убила живых, но пощадила всю мебель. Эдди. Это, видимо, кресло бабушки или прабабушки. Кислородный баллон. Моя мама была единственной, кто считал, будто прабабушка Эдди согласится жить в доме престарелых. На вид совершенно обычный дом, но его просто слишком много. Будто улыбка, когда видны сразу все зубы. Своя история была даже у камина. Эдди рассказывал, что на него пошли кирпичи самого первого затонувшего дома. Множество книг, фотографий семейных. И вот, видимо, как дом выглядел, возможно, сотню лет назад. Так, что у нас тут? Барбара. Шкатулка. Прадедушка Свен сделал для Барбары музыкальную шкатулку, как и все остальные. Как и все остальное в доме. Это, видимо, было сделано для прабабушки Эдди, чтобы ей было легче подниматься. И очень-очень много фотографий. Просто все в фотографиях. Много чего осталось от этого бурного последнего дня. Моя мама вовсе не была оптимистской, но никогда не теряла веру в то, что мой брат Милтон жив. Мама строго нас так и запрещала мне даже заглядывать в подвал. Так что меня ничуть не удивило, что ключ не подошел. Значит, на второй этаж идем. Так, а это вообще дверь пеной залита. Однажды Эдди сказала мне, что каждый из когда-либо живших вещей погребен где-нибудь в библиотеке. Мама заперла все спальни после того, как пропал Милтон. В отместку Эдди просверлил дверные глазки. Самый первый дом построил Один, отец Эдди. Барбара. Барбара целых два года была юной звездой, пока Америка от нее не устала. Сорок четвертый шестидесятый год, совсем немного прожила. Видимо, Барбара. Барбара Финч, мой друг Бигфут. Когда мне было... Издавали вопросы, связанные с семьей. Первым делом обязательно спрашивали о Барбаре. Ну да. Первым вопросом к ней всегда был вопрос о Барбаре. Барбаре. Потому что она, получается, была знаменитая актриса в пятидесятых. Кадры с площадки. Опять же, много фотографий повсюду. Так. Келвин. Мой дедушка Сэм на протяжении семи лет делил комнату со своим покойным братом Келвином. 1950-61 год. Да, этот, похоже, Келвин прожил совсем мало. 10-11 лет. Так. Грегори. 76-77 год. Совсем младенец. В детстве я считал, что в любом доме есть дверные глазки, запертые комнаты. Куда нельзя входить. Последний раз, когда я была в комнате Эдит Старшей, мне было 10, я нарисовал мой портрет. Свен Ховстон Финч. 15-64 год. Эдди. 17-й. 2010-й. Так. Молли. 37-й. 47-й. Мне всегда казалось, что мы с Молли стали бы подружками. Вот только она умерла еще в 1947 году. Я часто играла в комнате двоюродного дедушки Уолтера. Наверное, мама порой жалела, что не заперла ее. Луис рассказывал мне о потайных ходах, но я ему не верила. Как выяснилось, моя мама хорошо умела хранить секреты. Теперь настало время узнать, чего же так боялась моя мама. По рисункам на стене было ясно, что до меня здесь бывал мой брат Милтон. Сейчас, глядя со стороны, может показаться, что у меня был план. Но я не знала, что за той дверью. Я вообще понятия не имел, к чему все это может привести. В детстве я часто заглядывал в комнату Молли через дверной глазок. Впервые оказавшись внутри, я чувствовал себя так, как будто шагнул в картину на стене. Молли 37-й, 47-й. 13 декабря 47-го года. Дорогой дневник, меня скоро не станет. Но я хочу рассказать кому-то, что произойдет. Все началось, когда мама отправила меня спать без ужина. Я проснулась, очень голодная, начала искать, чего бы съесть. Корм для хомячка. Высох, но еще не изживался. Хотела даже Кристофер съесть, но передумала. Боже, до чего же ребенок изголодался, если до такого доходит. Я все ела и ела. Что это было вообще? Зубная паста, что ли? Ночью я много чего съела. Тут я услышал за окном чириканье. Это ласточка возвращалась в свое гнездо. Я потянулась за ней, потянулась к ней. И вдруг я стал кошкой. Я был осторожный, но птица очень испугалась. Так, куда же она улетела-то? Так, сюда, сюда. Да? Угу, вот она. Я прыгала почти и поймал ее. Она уже начала уставать. Она уже начала уставать. Теперь я залезла на большое дерево. Я обещал папе больше не лазить так высоко. Но сейчас мне надо поймать эту птичку. Так, где же она? Ага. Сюда Я слева ее И вдруг я стала собой Сначала был только ветер Потом услышала, как в траве постукивают чьи-то зубки Зайцы Я смотрела на него и представляла, какой он видит меня и мои когти Я проглотила его целиком И полетела искать добычу побольше Большая зайчиха Я едва подняла ее Давилась и все равно не смогла остановиться И вдруг стала И вдруг я стала акулой Неожиданно если честно В кого мы превратились Фантазия, конечно И скатилась с обрыва и упала в океан Есть, хотелось еще больше Фига Так, кто там Так вот Я хотел толстого жирного тюленя Я откусила ему плавник Он был очень вкусный Так, видимо нам нужно найти опять этого тюленя И добить его Но где он Ага, вот Раненый тюлень Раненый тюлень Я схватил его намертво Но я был такой голодный Что прыгнул из воды Когда я открыл глаза Все изменилось Теперь мы Играем за какой-то щупальца Теперь я стал чудищем И чую его людей Я была большая Но двигалась очень тихо Я хотел остановиться Но не могла Я хотелось бы Теперь нам, видимо, нужно съесть капитана. Люди кончились. Но я всё ещё хотел есть и почуял что-то новое там вдалеке. Именно то, чего хотела. Туда я поплыла. Я выползла по песку и приятный запах завёл меня в старую трубу. Так, где же мы оказались? Похоже, я была уже близко. Ага, оказались в комнате Молли. Так, и что? Во всех моих животах крутила и урчала. И вдруг я снова стала собой. Я надолго задержал дыхание, но ничего не услышала. Думаю, оно ждёт, пока я усну. Но долго ждать оно не будет, ему нужно что-то. Я буду очень вкусный. Вот такая история Молли Финч. Я не знаю, верил ли я в это всё, но я убеждена, что Эдди поверил бы. Где-то кошка. Позднее это станет очевидным, но моя мама никогда не рассказывала мне ни единой из этих историй. Эдди рассказывал бы, но мама не хотела урошить прошлое. Впрочем, когда мы прилетели бродячую кошечку, именно она решила назвать её Молли. Я проводил много времени в комнате прабабушки Эдди. Луис умер за неделю до нашего отъезда, но Эдди уже пыталась увековечить его память. Каждый год Эдди вязала мне пару варежек, как раз когда прежняя снашивалась. Её комната была как музей. Уже полвека семейство Финчи славится на всю Норвегию своим богатством и несчастьями. Один Финч хоронит последних жертв семейного проклятия, свою жену Инги Боргу и новорожденного сына Йохана. 7 января 1937 года, когда он и его родня, прямо вместе с домом, пускаются в дальнее плавание в надежде оставить проклятие позади. Однако у берегов Вашингтона двадцатиметровые волны, прибоя отправляют дом и самого Одина на дно морское. Эдди, дочь Одина и её муж Свен и малышка Молли выбираются на берег своего нового дома, острова Косаток. Один Финч становится первым, кого хоронят на новом семейном кладбище. Тем временем его дочь Эдди уже мечтает о новом доме Финчей. Такая вот история. Получается то, что вместе с домом Один приплыл из Норвегии в Америку. Что бы ни творилось с этой семьей, началось это уже очень давно. Рассказывая другим о том, что Свена убил дракон, Эдди не имел ввиду, что на него рухнула конструкция в форме дракона, который он возводил. Правда, она забыла упомянуть об этом вслух. Да, дракон убил Финча. Получается это муж Эдди, который строил этот дом. Вот их семейные фото, вот он сам, фото со свадьбы. Ей было уже за 90, но порой казалось то, что она гораздо мало уже своей матери. Однажды летом всех жителей острова эвакуировали, но Эдди отказалась уезжать. на пару недель она стала настоящей знаменитостью. Это странно, но я очень долго не осознавала то, что меня назвали в его честь. Эдди дала большое интервью о человеке-кратье, жившем по домам Финчи, мама была в ярости. Прабабушка всегда переживала за семью больше всех. да, вот мы видим отпечатки пальцев всех ее внуков. внуки его и правнуки. Эдит 2004 год. Очень интересная комната, ходунки, флаг Норвегии. Так, ну получается все тут я просмотрел. Ванная комната. Окей, первая жена дедушки Сэма оставила в доме один единственный след, розовую ванную. Впрочем, это был очень заметный след. У этой ванной есть секрет. Он стоит той интриге. Не надо лезть за ним в буфет. Не надо лезть за ним в буфет. Свен подарил Сэму старый фотоаппарат Сэм, подремонтировал его и почти не выпускал из рук. В общем, фотостудия. Здесь проявлялись фотографии. Милтон. Мы оказались, получается, в комнате сейчас Милтона. Форт Келвин. Сэмуэль Финч. Форт Келвин. Близнец. Не говорили даже о том, что сам дедушка никогда о нем не говорил. думаю дедушки такие истории нравились еще меньше чем моей маме Келвин 50-61 год Каким я хочу помнить своего брата Сэм Финч вот что я помню приняв решение он никогда не отступал Однажды он сказал что скорее всего умрет чем еще раз попробует грибы так и было На фронах Барбары мы поклялись что никогда больше не будем бояться и он не боялся Ну а Да Ну а Ну а Ну а Так, ну мы просто раскачиваемся на качелях Пока что больше ничего не происходит А, вот справа стоит брат Видимо надо раскачаться, как я понимаю Хорошенько Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Думаю, Кельвин всегда мечтал взлететь Сэм, Кельвин, обедать ДимаTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ага, вот вижу. За шкафом что-то. Угу. Вот он и секретный проход. Проходы оказались чертовски узкими. Они явно были рассчитаны на кого-то с животом поменьше. Так, здесь вход. Так, и здесь. Здесь, похоже, комната. Сначала проверю, что тут. А, понятно. Значит, там комната Молли. В детстве я всегда представлял себе Барбару с звездной девочкой. Так, ну, собственно, на этом я закончу эту часть прохождения. Увидимся в следующей части. Всем пока. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок